тема эффективной команды. Все-таки что же с ней делать-то? Как повысить у нее мотивацию? И как у нее иммунитет к переменам снизить? Потому что как только мы что-нибудь собираемся менять, так сразу же команда начинает сильно болеть. Я с огромным удовольствием вам представляю Екатерину Обухову, бизнес-коуча, члена ICF, сертифицированного бизнес-трекера. И она поделится с нами всем, что она знает про это. Всех приветствую с началом новой недели. Спасибо за приглашение на конференцию и тема действительно из моих любимых, потому что команда – это всегда такой очень живой организм. И вопрос мотивации и сопротивления к переменам – это то, что всегда встает вообще в любой команде на том или ином этапе в зависимости от задач, объема перемен и так далее. Собственно, по информации обо мне, вкратце, Марина, спасибо, вы меня презентовали. Я работаю действительно с командами, с предпринимателями, с их командами, с руководителями в корпорате. С самого разного масштаба, начиная от небольших стартапов и заканчивая большими компаниями, где в подчинении 200 плюс человек. А с руководителями индивидуально вообще, у которых там тысячу плюс человек. Поэтому с самых разных перспектив вижу вот эту ситуацию и в голове у как раз собственника или руководителя, и что происходит внутри команды, что с этим делать. Собственно, сегодня я расскажу об этом аспекте с нескольких сторон. Фокус мой, конечно, будет на психологии и на нейронауках, так как всё-таки мы, в первую очередь, люди, система состоит из людей, и поэтому то, что происходит у нас внутри, это такая очень важная часть вообще всего процесса. Поэтому когда мы понимаем из уровня неосознаваемого, переводим в такое осознаваемое, мы понимаем, как этим управлять. Поэтому расскажу с точки зрения мозга, почему мы сопротивляемся, и с точки зрения психологии вообще, что с этим делать, как повышать мотивацию и эффективнее преодолевать вот этот период изменений. Собственно, что хочу ещё обозначить. Вопросы, наверное, в конце мы тогда будем задавать. Но если вдруг что-то важное, срочное у вас возникло, чтобы потом не возвращаться, я не знаю, насколько у Марин будет комфортно, если будут брать микрофон участники сразу в процессе. Если будут вопросы, только, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы я могла регулировать, если вдруг в процессе будут вопросы, и тогда, Катерина, я буду готова вас остановить, остановить, если так удобно. Или можно в чате задавать вопросы, и потом я вам их задам. Как вам лучше? Мне, на самом деле, не принципиально, как эффективнее. Я могу и так, и так, и в таком ключе. Ну тогда, коллеги, если вдруг вопросы непреодолимые, руку поднимайте, я буду тогда давать вам слово, или в чате пишите, и, соответственно, мы скорректируемся. Хорошо, спасибо. И тогда, собственно, если мы говорим о мотивации и сопротивлении, то для меня это два таких разных полюса получается. И когда я рассказываю про коучинг, я говорю о том, что коучинг, что у нас есть вообще резинки впереди, это то, что нас тянет, это мотивация к, зачем я делаю то, что делаю. Это смыслы, цели, это те желания, мечты, которые нас ведут. Да, и есть резинка, в том числе мотивация от, да, тоже там находится, то есть от чего я хочу уйти. Это тоже вот мотивация, на самом деле даже сильнее она бывает, чем мотивация к. Но помимо резинки впереди, да, есть очень большая резинка сзади, и она зачастую бывает как раз намного сильнее, чем резинка впереди, поэтому, знаете, наверное, многим из вас знакомо, да, когда мы что-то начинаем с таким вдохновением, там, будь то новое хобби, не знаю, там, новая диета какая-то, спорт, изучение языков или что-то еще, да, с вдохновением. Представляем, какие нас ждут перемены после того, как мы это закончим, но потом проходит время, и, в общем-то, очень часто, на самом деле, идет какой-то спад, мотивация, активность, и какие-то там дела забрасываются. Собственно, это и есть как раз, да, резинка сзади, то, что нас удерживает от движения вперед, то, что заставляет нас оставаться на месте или даже иногда бывает откатываться назад. Там как раз есть личные наши установки, убеждения, наши страхи, наше стремление сохранить вот гомеостаз, да, вот стабильность, страх перемен и так далее. И тогда, если просуммировать, да, что у нас получается по разные стороны вообще резинки, то есть мотивация — это то, почему мы делаем то, что мы делаем, и основа мотивации — это вдохновение, интерес, да. Вы, наверное, замечали, когда вот что-то вы придумали, какую-то цель себе поставили или, может быть, там начали какое-то дело, как сразу растет энергия. Есть даже такое понятие, вот основной гормон, который выделяется в этот момент, это дофамин, да, дофамин — это гормон довольствия, это предвкушение удовольствия даже, если быть точным. Там энергия растет. И есть даже такое понятие, как дофаминовый кредит. Это когда мы вначале вот берем, да, у нашей энергии, скажем так, кредит вот у дофамина на то, чтобы совершить этот рывок. Иногда это такой прыжок веры, на то, чтобы начать вообще действовать и двигаться. То есть мы предвкушаем те изменения, которые нас ждут, когда мы получим этот результат, достигнем эту цель. И вот это как раз, да, за счет чего растет энергия, за счет вот этого ожидания приятного, за счет этого ожидания результата. Это то, что касается вот нашей такой резинки впереди. Но, да, было бы, конечно, классно, если бы была только резинка впереди. К сожалению, да, психика человека такова, что она стремится к гомеостазу в первую очередь, да, потому что гомеостаз, ну, стабильность, устойчивость, потому что для нее означает, что если мы сейчас находимся, вот если мы сейчас живы, да, там, собственно, значит, все хорошо. Те стратегии, которыми мы сюда пришли, они эффективны. Вот дальше, если мы будем меняться, то как бы фиг знает вообще. Может быть, там, конечно, это будет классная цель, жизнь изменится в лучшую сторону, а может быть и не в лучшую. А кто знает, насколько в лучшую, как это вообще изменится? То есть там столько неизвестного, что это напрямую как бы для мозга, да, означает угрозу жизни. Поэтому для мозга это угроза безопасности, это страх. Более того, да, здесь нужны, там, для действий нужны усилия. И бывает так, что, когда, например, там, энергию, которую мы получили от мотивации, она там, например, быстро закончилась, либо у нас просто физически там мы истощены, может быть, не знаю, там, витаминов не хватает, или куча всего, а мы перегружены, уставшие и так далее. И когда, например, усилия, которые нам нужны для достижения цели, большие, а у нас, то есть нам нужно, не знаю, там, сто процентов, да, усилий, а у нас есть сейчас только 30 или 50, и тогда, мы можем этого даже не осознавать, тогда мы будем сопротивляться, просто потому что вот это вот что-то такое большое, у нас нет этих усилий, мы не можем как бы там из 30 сделать 100. И это такой важный момент, на самом деле, который там люди начинают работать с какими-то страхами и прочим, а иногда, вот я смотрю там в команду, да, или работаю куда-то с собственниками, иногда это вопрос действительно просто ресурса. И бывает, что нужно просто, не знаю, восстановиться, там, больше времени выделять как-то на отдых или предиспределить дела, да, чтобы появилось вот этот потенциал, да, вот этот ресурс на изменения, иначе как бы, ну, ничего не получится. Вот, и основной гормон, который здесь вырабатывается, это кортизол, да, это такое, как бы, когда мы боимся, с одной стороны, мы в стрессовых ситуациях действуем, очень быстро мобилизуется наша психика, но это краткопременно, да, в долгосрочной перспективе, это очень истощает, на самом деле. Вот, и что тогда здесь делать, да, какой у меня подход? Ключевое, да, страх менять на интерес, то есть вот то, что вызывает сопротивление, резинку сзади нужно менять на то, что будет драйвить и давать энергию. Да, и тогда здесь вопрос, я с командами там всегда это исследую индивидуально, там иногда бывает сначала с руководителем, потом отдельно с каждым участником команды общаюсь, потому что, да, то, что есть в моей голове, не равно то, что есть в голове отдельного человека. И вот здесь, что именно вызывает страх у ваших сотрудников, да, потому что у каждого свои какие-то есть блоки, которые, свои какие-то мысли, которые стоят за этими изменениями. Чего именно я боюсь? Кто-то боится, что моих компетенций не хватит, кто-то боится, что сейчас мой привычный режим там пойдет, полетит, в общем, в одно место, и мне нужно будет тогда впахивать, а я привык, что я прихожу на работу, как бы делаю быстренько там свои дела, и потом, не знаю, могу расслабленно смотреть, там, заниматься своими делами, смотреть видео там с кошечками на Ютьюбе. Ну, я утрирую, конечно, да. Разные-разные моменты, у каждого свои. И что вызывает интерес у сотрудников? То, с чем я здесь сталкиваюсь, что не то, что руководители не знают, сотрудники сами не всегда знают. И поэтому вот здесь очень важно, я дальше буду рассказывать о том, какие инструменты я использую, но вот здесь важно дать место и вынести из неосознаваемого в осознаваемое и, соответственно, в управляемое ответы на оба этих вопроса. Чего бояться, что пугает сотрудников, когда мы говорим о каких-то переменах, и что их на самом деле драйвит? Кого-то драйвит, там, не знаю, может быть, они себе в режиме запишут какой-то там новый проект. Кто-то, может быть, на этом сможет, не знаю, повысить стоимость свою на рынке. А для кого-то челленджи, там, развитие, это вот базовый такой драйвер, и нравится, да. Кто-то, может быть, не знаю, творчество, творческую какую-то составляющую сможет принести. То есть у всех очень разные, и это важно обсуждать. Можно индивидуально, можно совместно с командой. Я буду еще делиться теми инструментами, которые я использую. Собственно, что хочу здесь обозначить, да, что вот изменения всегда вызывают сопротивление. И вот эта вот крива изменений автор Кюблер-Росс показывает, как на самом деле происходит. И с этим этапом вы наверняка там много где сталкивались, там, шок, отрицание, злой, страх, депрессия, принятие. И вот наша задача, бывает так, что руководители просто не понимают, что это естественный процесс, да, и они начинают там как-то вести себя, может быть, иррационально, там, не прилагают должных усилий для того, чтобы как-то преодолеть адекватно. То есть, ну, когда мы понимаем, что это нормальный процесс, что вот эти все этапы там в той или иной степени проходят, там, и человек, и команда, да, мы просто, соответственно, составляем какой-то план, как отработать каждую из этих стадий, как ее пройти максимально быстро, там, и максимально эффективно для команды. Собственно, я сказала, да, что буду акцентировать сегодня на психологии и на работе мозга. Сейчас я хочу вот остановиться на такой модели, которую раскрыл автор Дэвид Рок в своей книге «Мозг. Инструкция по применению». Я очень ее люблю, очень часто использую. Она, мне кажется, вот раскрывает, дает ответ на очень многие вопросы, да, почему мы так сопротивляемся, почему мы так или иначе реагируем на те или иные действия. Я сейчас с примерами дальше расскажу. Значит, модель называется SCARF. Это аббревиатура от вот основных целей мозга, да. Согласно этой модели, концепции, автор Дэвид Рок говорит, что есть у нас, у нашего мозга есть пять основных целей. Это статус, это уверенность, это автономия, это связанность, это справедливость. Я дальше расскажу подробно. Изменение любого из факторов, вот изменение, да, из этих, господи, любого там компонента из этих пяти целей приводит к появлению защитной реакции, да, то есть как раз мозг чувствует угрозу. Или наоборот вознаграждению, когда мозг чувствует, что цель достигнута. Значит, о чём я говорю, да, начнём с первого. Статус. Что такое статус? В общем, в древние там времена, да, когда ещё наши предки жили в племенах, статус означало буквально было равноценно жизни, выживанию. То есть чем выше мой статус в племени, тем больше у меня шансов на то, что я вызову, что выживу, меня не выгоднят из племени, потому что в одиночку, это не то, что сейчас, да, можно там справиться практически в одиночку, имея деньги. Раньше нельзя было, да, то есть если я, например, там, если у меня есть ребёнок, то кто-то за ним должен ухаживать, пока я иду на охоту или пока я иду там собирать ягоды и так далее. Кто-то должен в пещере наводить, не знаю, там, заводить огонь, готовить еду и так далее. То есть в одиночку нельзя было выжить тогда. Поэтому чем выше статус мой в племени, уважение, тем больше для меня, собственно, шансов выжить. Когда же активируется защитная реакция? Когда спрашивают, нужен ли совет или начинают давать советы, да, замечаете, когда вот нам без запроса дают вообще советы, как нас это часто раздражает. Нам кажется, что просто это потому, что лезет там, может быть, наше личное пространство или так далее. Но на самом деле, вот, это наш статус понижается, потому что кто-то считает, что он умнее нас, а мы, соответственно, глупее, да, когда там закон баланса, когда кто-то повышает статус, он аж понижается. Поэтому нас это так раздражает, да. Поэтому когда, ну, вы можете этим пользоваться, да, соответственно, вы понимаете, что лучше бы не давать совета, чтобы не понижать статус и не вызывать какую-то реакцию. Или наоборот, когда к вам кто-то обращается вот с таким советом, вы понимаете, что у человека как бы чувство какой-то неуверенности есть, да, и вы можете тоже это использовать. Дальше. Отчет, оценочное интервью, аттестация — это тоже как бы риск, да, чувство, что исключили из разговора, участие в чем-то, концы, взгляды, подшучение, взгляд, упор — это как раз, да, что мой статус под угрозой вообще, что там происходит сейчас, какая моя судьба дальше. А что это активирует вознаграждение? Когда хвалят, да, поэтому важно хвалить сотрудников, особенно вот, да, это вообще рефлекс Павлова, поощряй то, что хочешь там масштабировать, отмечай, да, позитивно и отмечай негативно то, что, собственно, не хочешь подкреплять, хочешь, чтобы было искоренено. Поэтому хвалить за то, что сотрудники там, иногда кажется, что, ну, понятно, он просто делал свою работу, и для некоторых похвала работает лучше любой денежной мотивации, да, и поэтому вот хвалить за то, что классно сделал свою даже ежедневную работу. Тогда сотрудник начинает еще больше даже стараться. Здесь, конечно, там зависит психотипы сотрудника, некоторые там могут сесть на шею, поэтому важно, да, дозировать. Отметка выполненной работы, поэтому вот так хорошо работают чек-листы, когда мы проставляем галочки, зачеркиваем, что, да, вот нам нравится достигать вот таких промежуточных результатов или даже задач в течение дня. Поэтому, когда все задачи просто в голове, как бы у нас не так много удовольствия от их выполнения, чем когда они у нас перенесены, например, в ежедневник, и потом мы черкием, ставим галочки и так далее. Да, когда аплодируют или кланяются, и когда мы даем советы, то, соответственно, в этот момент у собеседника статус понижается, а мой повышается, и, да, я чувствую себя в статусе. Дальше. Уверенность. Или возможность делать верные предсказания о будущем. Да, может быть, вы замечали, когда мы, не знаю, слышим такую песню, и все, у нас поднимается настроение, потому что мы понимаем, что у нас дальше там ждет, что будет там в этом припеве, в этом гуплете или там фильм. То есть мы любим, несмотря на то, что эффект новизны тоже нам нравится, но, тем не менее, вот мозг любит, когда он понимает вообще, что будет происходить, и поэтому, да, как я говорила, зона неизвестного вызывает страх. Что вызывает защитную реакцию? Это как раз перспективы перемен, да, это не потому, что сотрудники там бывают такие ленивые, а просто потому, что у нашего мозга как бы все, вот уверенность, мы не понимаем, что нас ждет в будущем. Когда мы не понимаем ожидания других людей, поэтому так важно строить эффективные коммуникации, говорить, что ждет сотрудника, да, куда компания вообще движется, какие цели, там, у меня, как у руководителя, ожидания, да, у меня, как у руководителя от сотрудников, какие цели у компании, какие цели у сотрудников. Чувство, что недостаточно знаний и информации, да, поэтому если мы говорим про планирование какого-то нового этапа, перемен, то надо четко донести до сотрудников, что там, где, на каком этапе требуется, ожидается, как будет происходить, то есть вот такое четкое планирование, четкое разъяснение, чтобы сотрудники понимали, что там у них достаточно там информации, и для них это тогда из зоны неизвестного, переносится в известное, и там, что они с этим справятся, да, здесь там отдельно, может быть, возникнет вопрос, нужно работать. Ну и отсутствие структуры, графика плана, то есть, опять же, про неопределенность. В то же время активирует вознаграждение любые четко сформулированные планы, видения, стратегии, поэтому таким вдохновляющим оказываются такие стратегические сессии для команды, когда обсуждаются местные планы, когда видение, когда есть понимание, куда я иду вообще, какой тут маяк, который меня зажигает, ради чего я вообще делаю то, что делаю, что я получу, как я буду это делать, да, потому что очень часто у меня клиенты начинают блокировать какие-то действия или недействия просто потому, что не понимают, как туда прийти, то есть есть понимание, куда, но они не понимают, как я туда могу прийти, и тогда можно вот, Вот, ну, то есть четко надо понимать, не всегда руководители коммуницируют с сотрудником какие-то планы или обсуждают. Очень частая история. Поэтому что еще активирует вознаграждение? Нахождение ответов на вопросы, разгадывание загадок и проговаривание эмоций и планов с собеседником. То есть внимание к сотрудникам, оно на самом деле играет намного большую роль, чем нам это кажется из моего опыта. Автономия или чувство контроля над ситуацией. Защитная реакция возникает, когда нас принуждают к какому-то определенному поведению, нормам, правилам. Это базово, там зависит тоже от психотипа людей. Кто-то, наоборот, в этом комфортно себя чувствует, но вот по умолчанию мозг, если так обобщать, таким образом действует. Осознание, что все-таки стресса не получится избежать, невозможно сделать самостоятельный выбор, чрезмерный контроль извне, микроменеджмент, невозможность высказывать свои идеи и отсутствие личного пространства и времени. В то время как активируют вознаграждение, это свобода слова и действия, то есть когда поощряется инициатива, когда признают твое право на эмоции, когда соглашаются с твоим выбором и решением, это тоже со статусом частично перекликается. Когда есть какое-то личное пространство и время, это как раз когда зона ответственности расширяется, и сотрудник в рамках своей зоны ответственности не должен согласовывать все свои решения, у него есть право действовать самостоятельно. И это на самом деле очень тоже повышает мотивацию, особенно у тех, кто проактивен, кто действительно драйвит, приносит результаты, но зависит, конечно, от позиции. Например, иногда нам нужна просто исполнительная функция, и тогда это может быть по-другому, но вот обобщая, это работает так. И вопрос, когда мы спрашиваем, не просто говорим, что ты делаешь что-то, а спрашиваем, а что ты предпочитаешь, а что бы ты хотела, как бы ты хотела решить задачу, а какие варианты решения тебе нравятся. И было даже доказано, что вот эта астономия или чувство контроля над ситуацией способствовало вообще увеличению срока жизни у пенсионеров. Там исследования проводили в американском хосписе, в доме престарелых. В общем, когда они могли выбрать для себя меню самостоятельно, когда они могли выбрать для себя обои на окно, когда могли интерьер как-то самостоятельно украсить, это влияло вообще на их состояние, здоровье и действительно там срок жизни. Что ещё важно? Ещё одна цель мозга — это связность. Связность — это вообще чувство причастности к какому-то сообществу, потому что, опять же, мы самостоятельно не могли выжить раньше. Да, и сейчас вообще чувство одиночества, на самом деле, очень разрушительно действует на здоровье. Нам важно быть частью социума. И здесь тогда защитная реакция активируется, когда мы знакомимся с новыми людьми, потому что пока ещё для нас небезопасно. Когда мы чувствуем, что нас исключили из какого-то сообщества, когда там формируются какие-то группы, и нас туда не приняли, или что-то ещё, это тоже про угрозу жизни. Да, человек рядом с тобой, но не говорит с тобой, не интересуется тобой, я чувствую себя неважной, и, соответственно, это тоже как бы для меня, что меня исключили из сообщества. И отсутствие ответа на вопрос, да, то есть такое игнорирование. В то время как активируют вознаграждение общение с другими людьми, обмен контактами, объятия, поэтому атмосфера в коллективе очень важная. И проявление интереса к тебе, там, слушание, наставничество, и дальше я тоже буду упоминать инструменты, которые я рекомендую. И последнее, справедливость. Справедливость важнее денег. Это то, с чем я сталкиваюсь постоянно в работе, там, ну, тоже, да, психотипы влияют, но тем не менее для нас проводились эксперименты, там, американцами, что люди готовы были потерять там деньги, но лишь бы вот справедливо нам распределяли, там, выигрыш и компенсацию. Вот, и что здесь активирует защитную реакцию? Это дискриминация по какому-то признаку, отсутствие благодарности за помощь, подарки, помощь несизмерима там ниже двоих, да, здесь у нас, получается, нарушен баланс брать-давать, плохое качество обслуживания, нарушение обещаний, гарантия каких-то прав. А активирует вознаграждение благодарность, взаимопомощь, извинение для компенсации, да, если были нарушены права, и подробное объяснение, как ситуация выглядит со стороны. То есть, опять же, да, мы делаем понятным. Вот здесь такой вопрос, наверное, учитывая, что времени у нас, к сожалению, не так много, но как-то прям очень быстро движется. Вопрос хотелось бы, конечно, обсудить, но оставляю его вам, да, какие выводы для себя вы сделали на этом этапе? То есть, вы можете использовать это как при коммуникации, отлавливая, да, как себя ведет собеседник, вы можете понимать, что именно запустила реакцию, и как вы можете с этим работать, и как это использовать вот именно в команде. Что важно дальше? Бизнес – это люди, да, как я сказала в самом начале. Вот здесь вот я рассматриваю там две части системы, да, руководитель и сотрудники. Между ними, да, то, что там связывает цели, ценности и модель поведения. Здесь важно как раз и про психотипы, и про эгосостояние. Дальше сейчас скажу, что такое, и более подробно. Да, если мы говорим про сотрудников, про руководителя я расскажу. Про сотрудников важно помнить и задавать себе вопрос. Да, у меня сейчас это группа или команда. Это как будто бы синонимы, но на самом деле это разные вещи. Да, группа – это может быть просто вот несколько там сотрудников, которые объединены просто в одну группу. А команды – это те, у кого есть общее видение, общие цели, там поддержка есть, там есть доверие, взаимопонимание, и результативность команды, даже если там, да, одни и те же люди, результативность команды в разы выше. Да, поэтому важно задавать себе этот вопрос. На каком сейчас этапе находится, там, вот у меня команда или группа? Как я могу из группы их трансформировать в команду? Значит, про руководителей, да, здесь очень важно про стиль управления. И я вот коснусь так верхнеуровневой концепции Эрика Бернина, наверное, там вы слышали, игры, в которые играют люди, и вот знаменитая такая сейчас история, которая набирает популярность, все кругом обсуждают про ребёнка, там, взрослого и родителя. Да, это эго-состояние, состояние нашего эго. Что такое эго-состояние? Это модель поведения конкретного человека в конкретный момент времени, то есть это не является чем-то неизменным, мы этим можем управлять. Ключевое, что вообще определяет, к какому эго-состоянию, да, к какой эго-состоянию к нам сейчас относится, это ответственность. Сколько ответственности мы берём на себя, сколько ответственности мы даём сотрудникам, если мы говорим про взаимодействие в коллективе. Важно понимать, что у каждого из состояний разные потребности и цели, да, то есть взрослый считается самым эффективным состоянием, там, цель как раз эффективно действовать, он там может разумно планировать, логически мыслить, там, и так далее, то есть он такой равновешенный. Родитель, там, это дать опеку, как правило, да, и ребёнок там уже больше там творчества, спонтанность, удовольствие и так далее. Это очень верхний уровень сейчас. Да, то, с чем я сталкиваюсь и почему я сегодня там посчитала важным это рассмотреть, очень часто корень решения большого количества проблем как раз и вот там мотивации, да, роста мотивации и сопротивления переменам лежит в области того, что руководители выбирают неверную модель взаимодействия с сотрудниками. Самая частая модель, когда руководитель – родитель, и он, а, соответственно, сотрудники больше, как дети. Да, и что здесь происходит? Руководитель – родители забирают чужую ответственность. Он там лучше сотрудников, например, знает, как делать и что. Сотрудники выполняют только то, что говорит руководитель, да, не там мало про инициативы. Инициативы, другое мнение, подавляются. Ценится, наоборот, послушание, прилежность. Есть только делегирование исполнения. И часто, соответственно, да, я сказала, что команды, и это чем делегированные факторы, Наоборот, послушание и сочетание. И до событий, как в порядке, ...долегирование исполнения, И это, конечно, и для себя. как п Natильный, и кандиды. так что ты меня выкинула все вроде вернулись сбой какой-то был интернетовский хорошо так я понимаю что я вот не сильно выпал да буквально на секунду да буквально совсем ненадолго сколько времени у меня еще есть потому что как-то прям так время быстро уходит но минут пять мы вам еще дадим потому что всем же интересно хорошо как-то вообще прям слишком быстро начали может быть позже смотрите у меня здесь есть собственно еще чуть больше информации да про руководители какие бывают я сейчас тогда наверное может быть здесь не буду подробно останавливаться я презентации этой поделюсь чтобы я еще успела про другие инструменты назад в общем что важно да что важно отмечать каких агостей нех мы находимся так руководить ребенок это редкая модель там как руководители а презентацию выключилась поэтому включите пожалуйста и снова так сейчас шар скрин так да все отлично какой ребенок это самая редкая такая модель там как раз она эффективна для такого руководителя потому что там взрослые сотрудники там можно хорошо двигаться карьере не сильно прилагая усилий вот и руководитель взрослый это самый редкий на самый эффективный вариант руководителя да то есть здесь как раз вот из взрослой позиции делятся как раз и инициативы ответственность там и развитие ценятся и обучение мотивация сотрудников здесь максимальная и здесь уже собственно команда такого руководителя состоит тоже из сотрудников которые в этом же эго состоянии находятся она максимально автономно профессионально эффективно и ориентирована на долгосрочный результат значит что стоит за эффективными эффективными коммуникациями нужно отслеживать свое эго состояние формировать осознанность сотрудников и выращивать и передавать ответственность да потому что когда например происходит какая-то коммуникация там родитель руководитель родитель а сотрудник ребенок то совсем разные цели просто пример привожу например у сотрудника который в эго состоянии ребенок у него цель отмазаться сохранить свою голову как бы да чтобы там его не поругали в общем там слиться и как бы поменьше напрягаться например например, руководителя, цель, чтобы сотрудник выполнил задачу, они на разных уровнях находятся, у них цели не соприкасаются. Поэтому сложно бывает найти компромисс, и вот задача выйти на один уровень, чтобы каждый пришел взрослый-взрослый, и спросить сотрудника, как ты видишь решение, а как ты считаешь, я должен поступить тогда в этом месте. То есть больше вводить вот в такое ответственное состояние, потому что когда любая примитивная цель сильнее сложной цели, то есть цель примитивного сотрудника будет побеждать. Что важно здесь еще, когда мы говорим про команду? Правила трех «С» — это цели, ценности и целостность. Доверие — это основное, то есть очень важно в команде следить за уровнем доверия, как строится коммуникация. Эмпатия, эмоциональный интеллект и обратная связь. Это все как раз перекликается с тем, что я рассказывала изначально про мозг. Важно то, что я очень редко вижу в командах, и то, что всегда помогает мне вообще продвигать компании, это синхронизация целей. Синхронизация личных целей сотрудников и целей компании. Потому что сотрудники бывают в своих целях, не всегда знают вообще, куда они хотят прийти. А уж тем более они не понимают… На работу ходят интересные, как бы на автомате. Но когда начинаешь спрашивать, как достижение цели компании повлияет на твою жизнь, как это поможет вообще тебе в достижении твоих целей, как на будущее повлиять через год, пять-десять, как это лично тебя изменит, что сейчас тебе мешает в достижении целей. И тогда сотрудники начинают задумываться, то есть действительно вообще оказывается, что вот здесь прилагая какие-то усилия к компании, я вообще вот там могу оказаться. То есть это важно увидеть, как точки соприкосновения, когда больше мотивации и вовлеченности у сотрудников. Синхронизация по ценностям сотрудников и компании – это то, что по-хорошему важно учитывать на самом начальном этапе. Что важно в жизни вообще для сотрудников? Что вдохновляет и мотивирует? Что точно не готовы делать? То есть если совсем разные ценности у компании, у сотрудников, там очень сложно и мотивировать, и управлять. Важно помнить про то, что команду еще, ну при подборе команды надо учитывать психотипы. То есть вот я здесь привела такие наиболее популярные типологии, которые я использую, это диск, Myers-Briggs и по Адизосу. Потому что, да, если все… То есть важно их комбинировать между собой правильно. Синхронизация команды, проведение регулярной ретроспективы, там ежемесячной, например, да, собираться командой и спрашивать, что у нас получилось и почему вообще так получилось. А если что-то не получилось, то почему так, да? А что нам надо изменить? Что мы сделаем по-другому? Подвести итоги, похвалить себя, там, отметить достижения, сделать выводы и пойти дальше. Это действительно как бы сейчас набирает популярность, но все равно очень мало где встречается. Проводить встречи с сотрудниками один на один, да, это там как раз соответствует целям мозга, дает им внимание, обратную связь. Понятно вообще, что двигаться, куда двигаться. Обсуждать цели с сотрудниками. И язык коммуникации, да, учитывать психотипы, ценности для каждого сотрудника, для кого-то там это деньги будет, для кого-то похвала, для кого-то там, не знаю, развитие и так далее. Эффективный формат работы. Да, вот здесь про эффективную планерку и формату по ходе цикла работы. Что это такое? Гипотеза. Что я сделаю, чтобы проверить? Делаем выводы и берем дальше. То есть это такой формат эксперимента. Мы тестируем гипотезу, это эксперимент. Там есть интерес как раз. И есть право на ошибку, что очень часто сотрудников как раз сдерживает от изменений, от развития. То есть боятся ошибиться, боятся выглядеть глупыми, получить критику руководства. Да, и вот здесь важно давать сотрудникам для того, чтобы сопротивления изменений было меньше, давать право ошибаться, разрешать. И вот через такой подход растет опыт и пространство вообще данных накопленных и идей для следующих задач. И вот такой пример планерки, который я использую. Вот только посмотрите, как четко сформулировано. Так очень мало кто мыслит честно. То есть вот четко, какой результат я хочу получить, что мне для этого нужно, кто ответственный. Когда сотрудники начинают, и потом подводим итоги, что сделали, не сделали. Когда сотрудники начинают вот так работать, я как трекер работаю с командами, растет самостоятельность у сотрудников. Они потом приходят к руководителю уже с решениями, с ответственностью, с идеями, а не так, что, ну что там, кто и сотрудник, как учитель, или у доски, ой, руководитель, как учитель, у доски там спрашивает. А здесь это такой результат, такой формат, который вообще стимулирует деятельность, стимулирует самостоятельность сотрудников. Материна у нас, да, по времени. Да, да, вот это мой последний план как раз, что сегодня для вас было ценным, что интегрируете в свою работу. Ну и, собственно, здесь вопрос, а вот мои контакты. Поэтому все, я дорогая. Огромное вам спасибо. Контакты, мы, презентацию мы еще очень ждем, да, поскольку так понятно, что было немножко, мы такие вам марафонские, да, спринтерские мы вам темп, да, попросили задать. А тема очень классная, и мы будем очень, на самом деле, благодарны, если вы, да, оставите нам возможность вернуться к вам с предложением поучаствовать еще в каких-то наших встречах, потому что, мне кажется, да, если, коллеги, вы со мной согласны, можно прямо в чате это отразить. Мне кажется, что это тема, которая очень всем важна. Вон, плюсики еще раньше, чем я сказала, про что отразить. Вот. Да, вон их по три, по четыре штуки сразу. Вот, потому что это, конечно, очень важная тема, и вопрос работы с сотрудниками важен для нас и как для руководителей ресурсных центров. И очень важно, чтобы мы могли это рассказать другим руководителям некоммерческих организаций, которые часто приходят к нам с этим вопросом. Как сделать так, чтобы люди не сопротивлялись изменениям и были готовы делать то, что важно делать. Спасибо, Екатерина, огромное. Вот, было очень приятно познакомиться. Да, там я написала, что если что, напишите мне, там презентация есть, могу файл по синхронизации сотрудников и команды отправить, или там эффективную планерку тоже могу отправить. Отлично, да. Мы уже сейчас вам пишем, чтобы вы нам все отправили, потому что я думаю, что все коллеги будут просто очень благодарны за то, что вы с нами этим поделитесь. Спасибо большое. Да, надеюсь.